Любой автор часто ведёт свой собственный диалог с читателем или зрителем. «Смотри», — говорит автор, — «вот он главный герой». Он красив, молод и харизматичен. Он светится ярко и притягивает к себе взгляды. А может быть, наоборот, герой зажат и невзрачен, но он уже готов раскрыться и положить мир к своим ногам. И в тот момент, когда читатель уже принял протагониста и выстроил с ним эмпатические связи, автор произведения берёт и переворачивает мир с ног на голову. А после этого автор самодовольно смотрит на ошарашенного читателя и радостно кричит. Термин «ложный» или «фальшивый» протагонист существует в произведениях искусства довольно давно. Суть его в том, что герой произведения, который принимается зрителем за главного, на самом деле таковым не является. Авторы используют приём с созданием ложного протагониста, чтобы сюжет был более захватывающим, запоминающимся и нарушающим ожидания аудитории. И поскольку говорить сегодня мы будем про ложных протагонистов, то нас ожидают столько спойлеров, сколько порой не насчитать на сходке стрит-рейсеров. Например, аниме 2007 года Гурен Лаган делает очень сильный акцент на героя по имени Камино, подавая его как настоящий светоч, за которым тянутся все персонажи аниме. Но он трагически погибает в первой половине истории, чтобы настоящий главный герой Симон смог пережить потерю своего близкого братана и расти дальше как персонаж, как личность и как лидер. Или кто из вас мог подумать, при просмотре аниме «Девочка-волшебница Мадока», что девочка с обложки, именем которой и названо произведение, на самом деле не главная героиня истории? Вот и сейчас выходящее аниме «Бездарная Нано» согревает сердца одних зрителей и вводит в ступор других своими сюжетными поворотами. Конкретнее про это аниме и про мангу вы можете узнать уже здесь, если кликните на эту ссылку. Как и все предыдущие мои подборки, данная статья — это не топ в привычном понимании, тут нет мест и ранжирований, это просто повод вспомнить хорошие истории и поделиться ими с читателями и зрителями. Итак, последнее предупреждение по поводу спойлеров. Но, если вы устойчивы к спойлерам и знание поворотов первой главы вас нисколько не пугает, а даже наоборот разогревает ваш интерес, то расчрихляете отрубленную голову Неда Старка, мы начинаем. Скет Данс — это манга 2007 года от автора Синахары Кенте, которая в 2011 году получила аниме-адаптацию от студии Татсуноко. Эта история начинается с простого паренька по имени Сугихара Тэпэй, который переводится в новую для себя школу. С первого же дня в школе к нашему главному герою начинают подбивать клинья трое странных учеников, которые всеми правдами и неправдами пытаются заманить Тэпэй в свой клуб. Школьный клуб Скет Данс по заверениям этих странных учеников создан, чтобы помогать нуждающимся, спасать девушек от злодеев, снимать котиков с деревьев и прочие радости Тимура и его команды. В клуб Скет Данс входит Фудзисаки Юски — энергичный парень в забавной шапке с рожками, красавица-хулиганка Химия Нидзука и парень-энциклопедия, не расстающийся со своим ноутбуком Усуи Кадзуёси. И вся эта яркая, если не сказать «бизарная» троица отчаянно хочет, чтобы к ним вступил единственный нормальный человек — наш главный герой — Тэпэй. Пройдя вместе через череду забавных ситуаций и нелепых спасений, Тэпэй действительно проникает с уважением к клубу и даже помогает им расследовать череду странных нападений на студентов. Дело в том, что по школе бродит таинственный злодей в маске, который обливает краской других учеников. Тэпэй и сам в определенный момент становится одной из жертв. И тут читатели уже строят планы о том, как будет и дальше постигать этот новый мир через главного героя Тэпэя, как происходит твист. Тэпэй и есть таинственный злоумышленник в маске, который разливал краску на других учеников и даже специально облился сам, чтобы отвести от себя подозрения. Но не всё так просто на самом деле. Тэпэй лишь следовал указаниям хулигана, который над ним издевался. И разобравшись в ситуации, клуб скет-данс спасает Тэпэя, наказывает хулиганов и на этом пути герои расходятся. Тэпэй вступает в спортивный клуб, а троица из скет-данс продолжает своё приключение. Да, Тэпэй оказался не главным героем этой истории. Он фальшивый протагонист. И хотя вся первая глава почти полностью подавалась через его перспективу восприятия, это был лишь трюк от автора манги, чтобы познакомить читателя с настоящим главным героем. Трио скет-данс, за чьими приключениями отныне мы и будем наблюдать. Корейская мангва «Новый Амхэн Оссо» 2001 года была написана сценаристом Юн Ин Ваном и нарисована художником Ян Кён Илен. И в 2004 году по этой мангве даже выходило полуметражное аниме под названием «Поведитель призраков» от студии «Oriental Light & Magic». Это произведение я уже упоминал в другой своей подборке, так что если вы её пропустили, то можете посмотреть по этой ссылке. История в мангве показывает нам когда-то прекрасную страну Чусин, которая сейчас находится в упадке. По дорогам страны ходят разбойники, а леса разоряют монстры и демоны. Но у простых людей есть надежда, передаваемая из уст в уста легенда о великих войнах Амхэн Оссо, в которых есть магический медальон, на которых изображены лошади. Жители Чусина верят, что Амхэн Оссо не исчезли, что они тайно путешествуют по стране, верша справедливость. Мангва начинается с молодой девушки, которую нелёгкая дорога занесла в один из городов. К ней сразу же пристают подозрительные типы и начинают допытываться, а не знает ли она про Амхэн Оссо, который по слухам ошивается где-то в этом регионе, на что девушка лишь разводит руками и неловко улыбается, стараясь избежать конфликта. Путешественницу спасает простой ребёнок из деревни, который благодаря удаче и ловкости практически умудряется одолеть подозрительных типов. Но выстрел главаря бандитов быстро останавливает боевой задор ребёнка. И тут бы настал конец, но девушка-путешественница в обмен на жизнь ребёнка отдаёт бандитам ценную шкатулку, которая принадлежала её семье. «Амхэн Оссо существует!» заявляет ребёнок, когда всё утихло и он остался с девушкой-путешественницей наедине. Он рассказывает, что городом давно правят преступники, которые обдирают народ до нитки и даже угоняют людей в рабство. Но все верят, что Амхэн Оссо существует и однажды обязательно всех спасут и покарают злодеев. И вот в ключевой момент первой главы весь город собирается на казнь главы деревни, которая является матерью того героического ребёнка. Все взгляды устремлены на девушку-путешественницу, которая всю главу подавалась авторам как протагонист. Все смотрят на неё – и жители, и солдаты, и спасённый ребёнок. Надежда! Неужели легендарный Амхэн Оссо действительно здесь? Но это всё ложь. Странница-протагонист – на самом деле коварная злодейка, которая владеет этим регионом. Она упивается и наслаждается отчаянием и страданием простых жителей. Отчаяние сильнее всего, когда приходит на смену Надежде. Никакого Амхэн Оссо нет. Никто не спасёт жителей. А читатель понимает, что протагонист, за которым он следил, оказывается антагонистом. Но где же тогда главный герой? А он, как это заведено, появляется в самый тёмный час перед рассветом. Тот самый главарь бандитов из начала истории на проверку оказывается не просто наёмником, который только недавно вступил в ряды солдат-злодейки. Он и есть настоящий Амхэн Оссо, который следил из тени, наблюдал и ждал подходящего момента, чтобы нанести удар именно тогда, когда антагонистка себя раскроет. «Чтобы позаботиться об этих ублюдках, мне нужно их перехитрить», – говорит он и показывает всю силу своего медальона с тремя лошадьми. Миг и призванная магией армия призраков обрушивается на солдаты бандитов, неся справедливое возмездие в виде смерти. Главарь бандитов? Очередной наёмник? Нет. Он хитрец и интригант. Он – новый Амхэн Оссо. И он – истинный главный герой этой истории, которая только начинается. «Усопшие» – это манга 2007 года, над которой работали автор Оно Фуюми и Фудзисаки Рю. А в 2010 году от студии Доуму вышла аниме-адаптация данного произведения. История в этой манге происходит в одной маленькой японской деревушке под названием Сотоба, в которой от силы можно насчитать тысячу жителей. Практически изолированной от внешнего мира в это место ведёт только одна сельская дорога. До деревни никому нет дела, и она сама навечно осталась вариться в собственном соку, словно замерев во времени. Но положение дел начинает двигаться с мёртвой точки, когда в деревне происходит череда загадочных смертей. И именно в этот момент нас и знакомят с главной героиней – Шимизу Мегуми, которая ненавидит свою деревню. Ей не нравится это место, и она считает его захолустьем, а мысли её забиты дорогими нарядами и городской жизнью, о которой она мечтает, но в силу определённых обстоятельств она не может пока уехать из дома. В своём внутреннем монологе Шимизу заявляет, что в деревне лишь две интересующие её вещи. Первая – это красивый замок на горе, в котором она мечтает побывать, а вторая – паренёк Юки Нацуно. И пока Шимизу мечтает о том, как она покинет ненавистную ей деревню, нам показывают череду новых персонажей. Приемника священника, который молится за упокой усопших, молодого директора больницы, который занимается вскрытием погибших, а также нескольких полицейских, которые расследуют дело. И хотя всё сходится на том, что жители погибли по естественным причинам, никто не может отделаться от странного чувства, что за смертями что-то кроется. А между тем Шимизу наконец-то решилась подойти к таинственному особняку, где впервые столкнулась с обитателями дома-замка. И когда уже зритель или читатель готовится через призму героини продолжить познавать эту деревню, происходит ключевой для первой главы поворот. Всех жителей деревни потрясла утренняя новость. Шимизу Мегуми, наша фальшивая протагонистка, умерла. Таинственные смерти в деревне продолжились. Несмотря на то, что никаких следов насильственной смерти нет, жителям нужно объединиться, чтобы выяснить, кто стоит за страшными инцидентами, пока всю деревню окончательно не поглотила смерть. Манга «Наша» за авторством Кито Мохиро – это замечательнейшее произведение в жанре меха и трагедия, которое в 2007 году получило аниме-адаптацию от студии Гонзо, которую наверняка многие из вас видели. А роскошный опенинг «Анэнстал» за авторством Чааки Ишикавы наверняка хранится в плейлистах многих любителей аниме. Но вернемся к сути. Такаши Вако – обычный ученик средней школы, который вместе со своим классом приехал на небольшую экскурсию к океану. Перед нами группа обычных детей, которые смеются, играют и получают удовольствие от жизни. Но тут одна из девочек предлагает посмотреть таинственную пещеру на побережье, и все дети радостно соглашаются, даже не зная, что внутри они найдут то, что навсегда изменит их жизни. Внутри они находят жилище странного человека, который предлагает им сыграть в игру. И поскольку дети, очевидно, не смотрели фильм «Пила», то они соглашаются на предложение. Пусть и с толикой недоверия. Тем временем таинственный разработчик говорит, что в его игре на землю нападут 15 враждебных захватчиков, а ребятам предстоит управлять роботом-защитником и всех победить. Это лишь шутка. Это игра. Скучающие на экскурсии дети охотно поддакивают и соглашаются. Но это оказывается реальностью. Словно откуда ни возьмись появляется гигантский робот и не менее гигантский враг, а еще на головы детей сваливается странное существо, похожее на летающую плюшевую игрушку. Это существо теперь Куратор, который будет следить за боем. И он отправляет наших героев в робота со словами «Обойма заряжена». А внутри исполинской машины за столом управления их уже ждет наш старый знакомый разработчик, который показывает детям, как управлять роботом. В нелегком бою наш робот с трудом, но одерживает верх над противником. И теперь защита земли ложится на плечи наших детей. И Такаши Ваку с горящими глазами принимает эту ношу. Такаши Ваку – простой парень с простыми мечтами о девушке и о карьере футболиста. Но в душе он, как и многие мальчишки, хочет быть героем, который спасет весь мир. И теперь судьба наконец-то предоставила ему шанс. Такаши решает стать пилотом робота в следующем бою против захватчиков. В нелегком бою, поверив в себя, в свои мечты, Такаши побеждает злобного монстра и спасает землю от угрозы. И в этот самый счастливый момент триумфа читатель и другие ученики с ужасом понимают одну вещь. Для сражения роботу нужна энергия, которую он берет у своих пилотов. Цена за бой – жизнь. И Такаши Ваку, наш ложный протагонист, мертв. А бойма заряжена. Отныне перед детьми стоит сложный выбор. Продолжить сражаться с захватчиками и отдавать за это свои жизни. Или же отказаться от боя, тогда весь мир будет уничтожен. Страшнейшая дилемма для маленьких детей, которые сами еще только начали жить. Но они теперь главные герои, Каждому из которых будет посвящена своя арка этой сильной и душераздирающей истории. В 2016 году мангака Йоситоки Оойма, автор манги «Форма голоса», начал выпускать свою новую работу, которая получила название «Для тебя бессмертный». Поскольку перед нами самое новое произведение, которое еще не получило массовое распространение благодаря аниме, я еще раз предупреждаю всех читающих и смотрящих о том, что сейчас будут спойлеры к первой главе этой истории. Загадочное божество создает сферу, которая может принимать любую форму, что существует или могло бы существовать. И это божество отправляет сферу на землю, чтобы за ней наблюдать и получить ответ на интересующий его вопрос. Не зная, что она такое и зачем здесь оказалась, сфера приняла форму камня, затем форму растущего на ней мха, а затем путь сферы пересекся с трупом волка, чью форму она приняла и продолжила свое путешествие. Очень быстро сфера в образе волка встречает безымянного мальчика, который гордо смотрит на нас с обложки данного произведения. И мальчик начинает свой рассказ, оставляя сферу в образе волка, как стороннего наблюдателя. Мальчик живет один в практически разрушенной деревне, занесенной снегом. Все взрослые жители ушли из этого места в поисках нового дома, туда, где есть тепло и еда. Уходя, они оставили позади всех, кто мог не выдержать долгого путешествия. Среди них остался и наш главный герой – безымянный мальчик. С тех пор, по словам ребенка, прошло пять лет. Жители говорили, что обязательно вернутся, но они не вернулись. Погибли ли незадачливые переселенцы или просто бросили всех позади – никому неизвестно. Мы можем лишь наблюдать историю брошенного мальчика, который был обречен в течение пяти лет хоронить умирающих от холода и голода стариков. И каждый раз, возвращаясь домой в свою хижину, он надеялся, что вот сегодня за ним вернутся. Сегодня обязательно. Он никогда не терял надежду. И вот в один день, собрав достаточно припасов в дорогу и с помощью фальшивой улыбки подавив сковывающий его страх, мальчик решился покинуть деревню и отправиться в путь. На юг, шаг за шагом. Только он и его верный волк. А точнее сфера, что приняла облик погибшего волка, который сейчас с интересом наблюдает за стремлениями безымянного мальчика, не оставляющего надежду. На своем пути мальчик и волк находили камни с красными стрелками. И это невероятно подбадривало маленького путешественника, потому что он знал, что идет по следам других жителей, что они оставили эти знаки, эти подсказки, чтобы он их нашел. Но произошло страшное и непредвиденное. Случайно упав в воду, мальчик получил ранение в ногу, а вместе с тем и заражение крови. Несмотря на боль в распухшей ноге, он продолжил идти вперед, веря, что уже почти вот-вот найдет своих друзей и родственников. Но и этой надежде не суждено было сбыться. Все, что он нашел, это место последней стоянки ушедших жителей деревни, заполненное могилами людей. И эта находка окончательно похоронила все надежды и мечты мальчика. Ценой невероятных усилий мальчик возвращается назад домой в разрушенную деревню, полностью сломленный и опустошенный. По закону жанра ты как читатель ждешь, что вот сейчас что-то произойдет. Нас ждет чудесное спасение для главного героя. С восходом солнца Гэндальф обязательно приведет подкрепление. Но нет, это не такая история. Зритель и Сфера обречены смотреть, как в течение нескольких дней жизнь медленно покидает нашего ложного протагониста. Сломленный телом и духом, он обращается к волку и просто тихо просит. «Пожалуйста, помни меня». И после этих слов открыть глаза ему было уже не суждено. А настоящий главный герой Сфера, так же как когда-то с камнем и мхом, так же как когда-то с волком, начала принимать облик своего погибшего друга, с которым провела эти последние недели. Мальчик умирает, но мальчик не забыт. И на этой трагичной и эмоционально сильной ноте заканчивается первая глава манги «Для тебя бессмертный». И теперь у Сферы впереди огромный путь, на котором нашего настоящего главного героя ждут новые встречи и новые потери. Столетия вечности, чтобы ответить на заветный вопрос. Что это значит быть живым? Во время прочтения я был невероятно тронут и восхищен этим произведением. Даже несмотря на частый переизбыток экшен эпизодов, манга лучше всех на моей памяти показала жизненный путь бессмертного вечного существа. И популярность этого произведения однозначно только возрастет в будущем, потому что в 2021 году стартует аниме-адаптация этой замечательной манги. И поэтому ближе ко дню релиза мы обязательно поговорим об этом произведении намного подробней. Но об этом уже в следующий раз. Подводя итог. Фальшивые или ложные протагонисты далеко не новый художественный ход. У одних авторов он получается неплохо, а у других не имеет ни малейшего смысла и существует только ради секундного вау-эффекта. Но так или иначе, этот прием будут продолжать использовать. Поэтому нам, читателям и зрителям, нужно всегда ожидать подвоха со стороны автора. Особенно тогда, когда мы и сами рады этот подвох получить. А на сегодня это все. Большое всем спасибо, кто нас смотрел. Большое спасибо всем, кто поставит лайк, оставит комментарий. Напишите мне, пожалуйста, каких ложных протагонистов вы вспоминаете. Будет очень интересно почитать. Также заглядывайте к нам в группу ВКонтакте. Также заглядывайте к нам на Twitch-трансляции. И на второй канал, где выходят записи этих Twitch-трансляций. Буду всем рад. Всем еще раз большое спасибо за сегодня. И, как говорится... Сэнсайка! 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 Сэнсайка!